Разборки осетинских воров. Очередные финансовые разборки начались в среде воров в законе. На этот раз поссорились мафиози, обосновавшиеся в Северной Осетии. Один из влиятельнейших в Кавказском регионе воров в законе Казбек Каргаев, по кличке Казик, был убит на днях в пригороде Владикавказа. По оперативным данным, Казик и его брат Махарбек, тоже законник по кличке Бусик, являлись держателями воровского общака. В последнее время Каргаевы стали откровенно транжирить бандитские деньги, и это не понравилось их многочисленным коллегам по криминальному цеху. Как рассказали в МВД Северной Осетии, киллеры подстерегли Казика рядом с его родным селом Гизель, расположенным неподалеку от Владикавказа. Когда Казбек Каргаев ехал на своей иномарке вдоль Черной речки, неподалеку от тренировочной базы футбольного клуба Алания, дорогу законнику неожиданно преградил джип. Казик попытался отъехать назад, однако путь к отступлению блокировала еще одна машина, из которой вышли вооруженные люди. Почувствовав неладные, Каргаев выхватил пистолет и начал отстреливаться, затем, оценив превосходство противника, побежал к расположенному поблизости спортивному стрелковому комплексу. Однако ворота, ведущие на стрельбище, оказались закрыты, и убийцы догнали свою жертву. Выпустив в Казика четыре пули, преступники сели в машины и скрылись. Казбек и Махарбик Каргаева считались одними из самых влиятельных воров в законе Северной Осетии. Братья еще в раннем возрасте вступили в преступную группировку и начали быстро подниматься по криминальной лестнице. Во время очередной отсидки в конце 80-х годов старший брат Махарбик был коронован несколькими влиятельными криминальными генералами. Казик обзавелся почетным титулом совсем недавно во время очередной сходки законников. Пользуясь поддержкой ряда воров в законе, в частности ЦИКи, Мексиканца, Ореха, Гасана, Каргаева стали держателями общака. Братьям отчисляли деньги многочисленные северо-осетинские преступные группировки, в том числе и те, что занимались нелегальным водочным бизнесом и похищением людей. Несколько лет назад Бусик перебрался жить в Москву, где контролировал деятельность предпринимателей-выходцев из Владикавказа. Казик же выполнял всю необходимую работу непосредственно в Северной Осетии. За последние несколько лет братья не раз задерживались правоохранительными органами. Так, в 1997 году оперативники столичного РУБОП задержали по подозрению в хранении наркотиков и оружия Махарбека Каргаева, однако вскоре он оказался на свободе. По словам оперативников, в последнее время братья стали вольно распоряжаться общаком, тратя многочисленные суммы на собственные нужды. Они покупали шикарные коттеджи, жили на широкую ногу, открыли несколько собственных фирм. Сложившаяся ситуация не понравилась многочисленным владикавказским авторитетам, тоже желавшим приложиться к денежной кормушке. По версии сыщиков, они решили проучить Каргаевых и расправились с Казиком. На похороны Казбека Каргаева съехалось более 50 воров в законе со всех концов СНГ. Проводить мафиози в последний путь прибыли, и такие влиятельные законники, как брат Казбека Бусик, шакра молодой, дед Хасан.